Косенко Георгий 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 Вот так это выглядит, вот открытый. Я возьму слово на себя. У нас в центре города есть кинотеатр «Океан». Это самый большой кинотеатр во Владивостоке. Рядом с ним вот такие исторические фасады, поросшие плющом. Вот здесь видно была реклама. Во время подготовки к саммиту АТС в администрации стала вестись активная борьба с неуместной рекламой. И мы нашли такой объект, знаковый для города, и сделали на нем художественную работу. Сейчас, ну и немного было отступать от конкретных объектов. Сейчас рядом с этой работой сделали, сделал какой-то художник канадский, Карлита, не помню, к сожалению, как его полностью зовут, сделал свою работу. И теперь в этой местности уже две вырастания работы на площади, так скажем, ну, в окрестности. Вот за углом выглянувый дом, на котором у нас сделали Карлита Рисунинский. Вот наш тип, который держит город, вот он так вот красиво порос плющом. На сегодняшней этой работе уже, по-моему, года три или четыре даже. И она не выцвела, чуть-чуть потеряла оттенок. У нас очень яркое солнце, потому что и любая краска, в любом случае, теряет, ну, колер выгорает. Вот, сейчас эта работа смотрится так, как будто она там была всегда, и как будто без нее, ну, вообще это место представить невозможно. У нас проходит кинофестиваль, наш Владивостокский Странско-Сихоокеанского региона, и постоянно фотографируется рядом с этим объектом, то есть принимает вот этот плотный чудо, чтобы показал, как было до, ну, напомнить, как выглядело здание. Вот так оно выглядело, и как оно выглядит сейчас. Вот так оно выглядит сейчас. Есть вот такой магазин, небольшой торговый центр, в котором сосредоточены магазины детские, называется «Счастливое детство». И они, одни из первых, поняли, что из своих просто открашенных стен можно создать этот объект, причем вложиться в довольно небольшую сумму, но разработали эскизы, ну, то есть, и нарисовали такую работу. Классическая желтая, это была наводка, классическая букашка. Сейчас этот фасад, то есть, на него же не завешивают рекламу, на нем не рисуют графики, как было раньше. На нем находится вот такая работа. Это детальки, снялки. Ну, довольно декоративная работа, то есть, искусства у них нет, это просто оформление. Заказы стали появляться, вот, собственно говоря, после «Ласточки», после вот этих первых прецедентов. Менеджерская группа нашей компании, так сказать, еще была немногочисленна, состояла из одного человека, который, собственно говоря, искал заказы. Предлагаю показать обитателей «Миллионки». Интересный проект. Я бы, когда начну рассказывать, в центре Владивостока существует в самом центре керапичный район из двух-трехэтажных зданий, которые сейчас в основном отданы под офисы, но во многих из них еще живут люди. Эта территория называется «Миллионка». В Владивостоке всегда было много иностранцев, причем и азиатских, и европейских. То есть, Владивосток весь строился на деньги американцев и европейцев. Это были первые купцы, которых нам приезжали, и они им давали большие налоговые преференции. Они развивали город, строили дома, строили торговые дома, везли зарубежные товары, которые пользуются большой популярностью. Но были альтернативные иностранцы, в данном случае китайцы. В конце 19 века они жили, построили себе этот квартал. Там невозможно было пройти, везде были казино, злачные дома, бордели, воплинные курильни. Там неизвестно, сколько было людей, сколько там было. Ничто не знал. Полиция туда боялась входить. Другие, так скажем, члены других на центре не входили. Тоже туда не входили, в этот район, хотя он в центре города, в сегодняшнем центре находится. И смогли разогнать эти притоны только в 30-х годах, когда начались репрессии. И оттуда вывезли, ну начали расстреливать просто на месте. И оттуда вывезли несколько пароходов, там тысячи и тысячи китайцев были. Которые, естественно, не хотели убежать. Вот, мы сделали такой проект несколько лет назад в технике с графита. То есть сначала наносится, вот вы видите, сетка, потом на нее наносится толстый слой серого цемента. Ну, примерно 4 сантиметра, он равняется. Сверху серого цемента наносится белый цемент. И в белом цементе уже, собственно, до основания серого прорезается рисунок. И мы сделали владивостокских персонажей, которые были как-то связаны с теми временами. У нас был период японской интервенции в городе, у нас проходили парады американских войск в начале 20-го века. Белочеки у нас были. То есть у нас было все. И был такой господин Хаскел, американский гражданин, он был фотограф. И он отснял практически каждый квадратный метр Владивостока в начале 20-го века. Собственно, по его фотографиям мы знаем Владивосток. Вот одна из таких работ – это художник. Потому что после 30-х годов эти здания и, наверное, до перестроечного времени облюбовали художники. И у них там были мастерские. Мы изобразили такого художника, который несет свой мольберт дальше. Это китайц-водонос. Тоже сделано с фотографии. То есть там фотографии называются от них Владивостока. Там люди разных национальностей, разных профессий. Причем попадаются очень удивительные. Существуют фотографии. Вот у нас есть таначик-китаец. У него две сабли в руках. Он шпагоглотатель. Очень подтянутый. Ну, фактически Брюс Ли из фильма. Он позирует перед камерой очень интересный персонаж. Неизвестно, как сложилась его судьба. Возможно, какой-нибудь шарминский монах стал или был. Вот это китайский водонос. Суть его в том, что богатые люди жили на сопках. Селились как бы подальше от моря. А на сопках не было воды. Потому что грунт скальный. Тогда не могли пробить воду зачастую. И существовал целый бизнес, когда китайцы носили воду в ведрах вверх на сопке. С миллионки. Ну, с миллионки, да. Рядом с этим местом, кстати, находится старый колодец. Это вот как раз в таких кварталах подворотных миллионок. И находится старый колодец, из которого в эту воду и черпали китайцы и продавали. То есть это у нас, мы сделали комплекс в центре города из нескольких рельефов. Я не помню, 7 или 8 разных людей. Это, собственно, Хаскел. Это его автопортрет. Приезжали его родственники из США, которые, собственно, стали предоставлять любезную фотографию на наследие своего предка. Самое удивительное, что фотографии все это время лежали на чердаке. И буквально в конце, ну, наверное, 90-х, 80-х годах нашел раму, по-моему, Красково. И, собственно, вернул их в Владивосток. Сейчас их знает любой школьник, эти фотографии очень много. Все очень интересны. Есть жесткие очень фотографии с кучей трупов на улице, казнями. Есть фотографии, когда японский легион марширует в центре Владивостока. Есть фотографии расстрелянного вокзала. Это король миллионки. То есть, и не существует легенда, что в миллионке был король. Естественно, он передал, что он здесь на работе. Он сидит на сундуке, который... Этот сундук, ну, не просто сундук, есть версия, что золото кладчика было спрятано именно в миллионку. То есть, я думаю, в каждом городе есть легенда, что именно у них золото кладчика спрятано. Ну, в нашем случае оно было вот здесь. Ну, такой фотографии, конечно, нет. Очень интересно одевались корейцы и японцы. Начало 20-го века. Очень много рассказать. Абсолютно европейский век. То есть, европейская шляпа с короткими полями. Шарфик, как намотан, как сейчас модно носить. Пиджак, либо пальто. А снизу видно какое-то кимоно, деревянные ботинки или сандали. Очень своеобразно они выглядели. С тонкими трубочками ходили, курили. Вот это рельеф поэту. Ну, в продолжение темы художников на данной территории. Значит, у этого рельефа интересная судьба. Потому что рядом на стене, то есть, это так, проект продолжился, был продолжен на ровно. Здесь это ранее фотографии только выполнены. А потом один из городских, ну, так скажем, сумасшедших написал огромный текст на этой стене, очень ровным шрифтом, о том, что он управляет погодой и о том, что ему требуется некоторая финансовая помощь, чтобы Владивосток избавился навсегда от климатических каких-то недоразумений, тайфунов и так далее. Да, сумма была 600 рублей. Просил 600 рублей, но 300 рублей вперед обязательно было условие у него. Его надписи были там до этого года, то есть, два или три года. Никто на них не покусился, ни один графитчик, никто. Вот. Вот так люди ходят, смотрят. Точнее, уже зачастую не замечают. То есть, все это органично делилось в экстерьер. Да, и так, все первые работы. Здесь спонсором была коммерческая организация, которая, собственно говоря, предоставила цемент. То есть, работа выполнена в ноль. Это такой арт-проект, то есть, только на материалы. Материалы предоставили, мы сделали. Это японский городовой тоже, с фотографией. Такие были японцы, храняли горы. И японский, по сути, был очень сильный. Вот фотография человека, похожа на другого человека, понимаете, кого он. Рядом с ним женщина. Неизвестно, то ли эти женщины приехали вместе с чешским регионом, это жены, то ли это местные жительницы. А тогда это в истории описано у нас. Местные жительницы боялись советской власти, боялись всех войн. И, так скажем, становились содержанками иностранцев, зачастую уезжали. Иногда просто были эти любовницами. По этой фотографии мы сделали работу, тоже, вот, из графита. Назвали ее Наташа и интернет. Там почему-то всем кажется, что эту девушку зовут Наташа. Вот, это тоже очень старая работа на фасаде здания. Мы нарисовали вот такой летучий гавань, символизирующий Владивосток. У нас есть парусные судна, Надежда и Паллада. Они принадлежат университетам. Большие парусные судна, которые каждый год, то есть они, по-моему, трехмачтовые или четырех, они каждый год ходят в кругосветное плавание. Одно черного цвета судна, другое белого. Здесь спонсором управляющей компании. Вот так вот идут. Так, выходили с автовышки. Это нарисовали двое людей примерно за неделю. Ну, потому что там леса невозможно было поставить. Работа хорошо смотрится до сих пор. Не нуждается ни в какой подкраске или реставрации. Потому что нас просто очень часто заказчики спрашивают, а сколько, ну, не смоет ли к концу года краска? И мы им отвечаем, что это точно такая же покраска, только очень красивая, как и обычная, хорошая краска. Эта работа называется «Трамвай». мы ее делали в прошлом году. Там с 300 квадратных метров 74 разных персонажей, то есть даже все тени там. Дальше будут их нарисованы по-разному. Сделали ее за пять дней четверо художников. Здесь, на этой стене, отображена история трамвая в Владивостоке. Может, кто будет приведать? В Владивостоке фактически сейчас нет трамвая. Они ходят там на очень небольшое расстояние, только в одном районе. Связано с тем, что раньше трамвайные пути были проложены непосредственно по дорогам. Сейчас с очень большим количеством автотранспорта трамваи создавали только пробки, и поэтому было принято решение их убрать в пользу расширения дороги. И мы нарисовали такую стену, историю. Здесь вот это последние рельсы, кстати. Здесь ходил последний маршрут. Так, не пережили для этой стены, здесь трамвая. Вообще, как бы, мы работаем по такому принципу, что, создавая эскиз для какого-то объекта, мы всегда интересуемся, что было на этом месте, что будет, что есть, какая есть городская легенда насчет этой территории. То есть, наш принцип, каждому месту своя работа. То есть, вот такой эскиз мы бы не стали реализовывать ни на какой другой стене больше в городе, потому что работы принадлежат месту, они должны быть вписаны как-то логически. С нашими работами, кстати, часто фотографируются свадьбы, потому что работ очень много, они есть везде, есть очень весело. Здесь первые бельгийские трамвайчики, видна смена эхо, смена застройки, каких-то стилевых решений, например, за жизнь, костюмах. Вот реальное дерево, мальчиков писали, взгляды еще. Идет развитие первых, то есть, колейных трамваях, несовременных, точнее, до того момента, как их убрали. Вот бабушка, которая недалеко от этой стены, раньше торговала потюшками, такими единицами. Нам постоянно местные жители помогают, рассказывают, что, как это может быть, какими персонажами дополнить это все. Клуба «Обрамленная Шиммер». Бабушкин Мандалит. Назваем это ландшафтным мандалитным бабушкой. Ну, то есть, у каждого поколения должно быть свое граффити. У старшего поколения это Шиммер на клубах. И по красным. Так бабушки метят свою территорию. Заказчиком этой работы являлся «Дороги Владивостока». Это такая организация, которая кладет асфальт, убирает снег и следит за чистотой подпорных стен, их содержанием в порядке. Но так как у нас крайне сильно развита культура граффити, стены часто находятся в таком плачевном состоянии. И как их не делай, не отмывай, не закрашивай, все равно появляются новые граффити. Но наши работы, на наших работах граффитчики не рисуют. Мы многих из них знаем. Кого не знаем, знакомимся. Ну, так можно показать, как эта стена выглядела до. То есть это такое взаимовыгодное сотрудничество. Помимо того, что эта работа имеет некую художественную ценность для города, становится интересным объектом, достопримечательностью. Она еще и функционал несет в себе защиты от... Да, за последние два года мы сделали во Владивостоке порядка 7 тысяч квадратных метров росписи. Ну, то есть масштабы наших работ вот в 100 квадратных метрах. Вот так стена выглядела до. То есть она изрисованная, она серая, красивая. Вот такой барак в центральной части города. Этот барак является розовеским центром небольшим. Он обшит пластиковым сайдингом, которым рисуют граффити, на котором висят остатки рекламы какие-то. И как бы владелец этого заведения совместно с администрацией города захотели его облагородить. Ну, не совместно. Администрация постоянно... В смысле, администрация захотела, чтобы они тоже, тоже захотела, чтобы они его облагородили. Да, они устали уже отмывать граффити, им постоянно выписывали это описание. Собственно говоря, они обратились к нам, чтобы мы... мы сделали работу за основу, я как уже говорил, мы для каждого места индивидуально подбираем, что рисовать или что создавать. В данном случае мы нашли фотографию этого самого места в начале 20 века. и на фотографии виднелся вот такой горбик. Вот он примерно здесь находился. Такой домик. Мы его писали в какие-то кусты и оживили роспись птичками и голландским трубочистом. То есть, когда мы работали, к нам подошел очень пожилой мужчина, и то есть, изначально роспись планировалась без трубочиста. Подошел пожилой мужчина и рассказал, что здесь, в соседних домах, когда-то, жил голландский трубочист, то есть, он был голландским моряком, но по каким-то причинам остался в Владивостоке и работал трубочистом. Ну, такая существует легенда. Мы захотели внести небольшое изменение в эскиз, нарисовали этого персонажа. Вы видите, какой у нас склон большой, то есть, у нас все построено на сопках. Здесь, опять же, было невозможно поставить леса. Ну, очень неудобно было работать, потому что из-за склона. Она сделана по пластиковому сайдингу. Применили грунт специально. Ну, тоже технические моменты. Это подпорная стена. Вот, хочу еще раз заметить, что наш город очень богат подпорными стенами. Ну, из-за своего рельефа. Вот. Эта подпорная стена возле концертной площадки, концертного концерта «Теско-холк». «Теско» — это дальневосточное пароходство. Вот такая была стена. Клеили выводную агитацию, явление. Рисовали небольшие графики, оставляли теги. Мы сделали работу под названием «Все звезды». А, «Звездочек». «Все звезды». И, в общем, «Развездки». А вот, тут бабушка, бабушка разглядывает Пугачеву, но уже на горизонте замаячил Олег и Гага. То есть, ну, такие, делали трафареты, скорцет, дисплостно, различные абсолютно, в отличном жанре того «Эспресс». Мы тебя еще не закончили, уже фотографировались там люди все. В своей работе мы зачастую учитываем, места создаем специально, чтобы люди могли фотографироваться, могли взаимодействовать, то есть, какую-то интерактивную составляющую вписываем. Вот тут Фредди Меркури поет «Кобзон». Смотрит на это все на «Кобзон». Вот и проходится. Вот Марли и один из итальянских эрманов. То есть, не надо работать, мы уже фотографировались с ним. То есть, такое происходит как бы по всем местам. В прошлом году на этой стене некоторым персонажам от «Билана» куют «КБ». Каждый должен выбрать для себя кому что ближе. Это художники, студенты, академики искусства в «Биланской области». Они сделали работу. Это несколько уникальная для нас работа, сейчас которую мы покажем. Уникальна она тем, что вообще работа на улице, монументальная живопись, очень тяжелая работа физически. И у нас существуют очень как бы большие временные ограничения, связанные с тем, что погода непредсказуемая, может пойти дождь на неделю. То есть, можно смотреть прогноз и будет солнечно написано всю неделю, а завтра с утра пойдет дождь. При этом сроки никогда не сдвигают в работе у нас. И работа тяжелая, поэтому работают в основном парни. Но в данном случае работали только девушки. тут неудобный рельеф забора, то есть там это профнастил. Этот забор находится на остановке Авангард во Владивостоке. Заказчиком являлась строительная компания, которая имеет участок под строительство многоэтажного дома, ровно за этим забором, который выходит на остановку. Им вынесли предписание брать заборы и облагородить территорию. Это стоит колоссальных денег, и эта компания смогла убедить, что роспись забора будет отличным вариантом для того, чтобы его не сносить, соответственно, не облагораживать территорию. Девушки у нас работают. Одна из них даже отметилась в день рождения от работы. Наметку произвел график Чик, один из, скажем, вандалов, известных в нашем городе, помог девочкам сделать наметку. Они нарисовали там примерно 200 квадратных метров. Авторский эскиз такой простенький, но он как раз подходит для того места. То есть, нечто авангардное в нем присутствует, там авангардное застройки, яркие цвета. Он простой, легкий в исполнении, никого не отбегает совершенно, не притягивает к себе лишнего внимания, но при этом его можно даже рассмотреть, то есть, если кому-то вдруг захочется. Вот такая работа. На него теперь не клеят объявления, на него не вешают баннеры цирк, на нем не рисуют граффити. Только маркером одна надпись появилась «Зачем?» И все. Стоит, прекрасно смотрится. Следующий объект это резервуары водяные. Они находятся за городом. Их площадь, ну вот это, их фасадная стена 500 квадратных метров, то есть, она висит 4 или там, чуть больше метра и протяженность довольно небольшая. Мы решили сделать, нарисовать на ней кучу портретов абсолютно разных людей. Вот такая получилась работа. С правой стороны в основном это там 4 портрета художников, которые рисовали, которые работали. Здесь вот по центру в очках это я, с высшими волосами. Рядом такой серьезный мужчина Георгий и него за плечом человек похожий Сергея Троица, Боб Марли, опять же, появились какие-то аниме. Это двое школьников, которые помогали в работе, выкоричили себя двумя метрами в высоту портрета. Такие нарчинки. Карледжи заказ клуба то есть им нужно было облагораживать эту территорию. Сбоку на 40 квадратных метрах размещаются имена художников, которые себя написали. Вот таким образом мы забивали это все портретом. Рисовали тоже молодые парни. Команда который занимается границей называется Дагуяр. Ленин Восточная Республика. Учится на архитекторах, дизайнерах. Мы с ним сотрудничаем, постоянно еще раз пульсируем с нами. Вот ну просто для масштаба такого размера человека такого размера у нас в среднем я может быть говорил повторюсь в среднем каждый объект это 250 квадратных метров. Самый большой у нас объект это полторы тысячи квадратных метров стена и ну самый маленький это наверное фасад который мы показывали где нарисован дом на доме трубочист там порядком 100 квадратных метров. тоже забор за которым тоже частная территория принадлежащая магазину стоящему напротив. попросили убрать забор и привести порядок территорий. А это все в рамках подготовки к саммиту АТЭС администрация активно занималась тем, что ну собственно просила собственников соблюдать не только свои права на владение но и уважать права других людей на красоту на эстетические планы какие-то в городе мы нарисовали во многих городах мира есть подобные работы они есть и скульптурные какие-то как объекты существуют как-то роспись лестница и так далее мы тоже здесь не стали много строить особо и нарисовали книжи но в отличие от всех остальных городов где писывают классику исключительно мы писали только книги о Владивостоке книги о Владивостоке либо книги Владивостокских авторов ну конечно не обошлось три суток писали некоторых популярных персонажей в интернете как авторов названия и книгам сами написали пару книг со своим за которые которые не могут отвечать людям очень понравилось эта работа очень понравилось все благодарили писали на одной из лежачих книг с правой стороны сейчас писали спонсоры росписи и сделали свою маленькую подпись мы вообще не оставляем больших подписей только вписанных в работу к нам недавно в прошлом году переехал жить и работать преподаватель из Мухинской академии в Санкт-Петербурге Владимир Зеленик он очень серьезный мозаичник занимается мозаиками и соответственно художник монументалист преподавал в Мухе сейчас в прошлом году приехал к нам на лето посмотреть как в Владивостоке потрогал море и решил остаться у нас жить вот теперь работает в местном вузе преподает мы с ним сотрудничаем можно делать такие эскизы у него такой свой стиль довольно интересный он много он много взял советской ходит многое декора но при этом его излюбленная тема это узоры собоя боевые самолеты и обнаженная женская натура и все это наложено на советские какие-то орнаменты и в кислотных цветах вот он адаптировал свою технику под стену и создал эскиз под названием под названием ключ от моря то есть у нас проходит морская граница и Владивосток является как бы ключом к морю на востоке России вот и здесь море плавно декоративное море плавно переходит в город в совке наши скалы на сегодняшний день мы с Владимиром сделали еще несколько работ в городе очень приятно нам стих сейчас мы покажем работы этого года которые мы делали ну естественно мы показываем не все что мы делали за это время потому что очень много и показать невозможно это стена в городе называется территория молодежная это наверное единственный объект на который мы отступили от своего принципа место история место история потому что территория требует другого гигантская стена полторы тысячи квадратов и вся эта стена требует такого советского подхода компоновки объекта мы сделали 33 цементных рельефа на стене символами Владивостока ну символы такие народные то есть это и тигр и подводная лодка у нас она стоит рядом с центральной площадью как музей сейчас хотя это подводная лодка принимал участие во второй мировой войне это наши скалы чайки вокзал метро стелы различные какие то вот автомобиль с правым рулем горбуша цветок бабульника и корабль парус ну и так далее 33 объекта и мы сделали такую фоновую выкраску для стены чтобы все смотрелось как-то цельно вот вы видите сейчас корейскую сосну вот слева в россии в россии она называется кладбищная сосна еще корейская в россии она корейская вот такая работа полторы тысячи квадратных метра четыре человека пять дней ну рельефы потому что мы сделали не в этом году а два года назад но выкраску сделали в этом году стена раньше была выглядела по-другому ну давай дальше очень трудно на фотографиях передать ну масштабы работы вообще как это смотрится как это работает в пространстве вот для этого вы к нам приезжайте пожалуйста посмотрите мы все покажем на месте расскажем вот стена находится рядом с университетом это центр города у нас восьмом работе расположены вот Эрджей Крузер мы слышали тёмно путешествовали у нас очень много машин значит здесь рядом с университетом находился буддийский храм который был разрушен в советское время это был последний буддийский храм в городе в несущный момент там стоит памятный знак об этом и в начале 20-го века во Владивостоке жила японская Енека Тейтина которая жила со своей тетей она приехала специально во Владивосток посмотреть маленькой девочкой еще при царской России поселилась у своей тети которая была замужем за инженером дали завода это завод где строят и ремонтируют корабли и эта девочка расслабла в Владивостоке учила русский язык позже она закончила фактически университет по сегодняшним масштабам вышла замуж за настоятеля храма буддийского это был последний настоятель храма у них очень тяжело сложилась судьба они были там в лагерях они были и высланы и репрессированы в своей стране и у них и дети погибли и она после войны вернулась во Владивосток и работала переводчиком в лагерях помогала японским военнопленным было много они строили и Хабаровск и Владивосток строили японцы после войны перестраивали вот и Юнека Тайдзуми написала книгу «Война и сирень» в которой она описала все свои как бы жизненные невзгоды и наоборот счастливые моменты как она жила во Владивостоке потому что ей этот город нравился больше всего она открывала мемориал посвященный ее мужу настоятельным храмом и месту где находился храм данная стена выполнена по ее книге то есть здесь нарисованы те пейзажи которые она описывала те улицы по которым она ходила все персонажи подписаны кто есть кто то где сама и у нас нарисованы маленькие девочки именно та примерно та застройка которая была в то время нарисованы и рабочие дали завода где-то где-то магазины она описывала китайца которого она очень боялась потому что она была коса но в магазине описывала грека таможенника который плохо говорил по-русски но сочувствовал советской власти и соответственно работал почему-то в советской России таможенником хотя ну вообще больше придерживался анархисты каких-то убеждений ну по ее книге ну вот создали по ее книге роспись собирательный образ старого Владивостока роспись 680 квадратных метров работали над ней 8 человек в течение трех недель осложнялось это еще тем что стена находится на проезжей части и постоянно это сфотографировано в воскресенье утром у нас есть специфика такая в городе что в субботу и воскресенье в центре никого нет потому что у нас есть море и все уезжают на море поэтому если хочешь что-то сфотографировать или походить не толкаясь по городу по пустому приезжай в выходные а так обычно здесь постоянная пробка с автобусов люди смотрят на стену стена у нас ориентирована на другую сторону улицы и на самом деле так не видно много мелких деталей в пробках это очень удобно рассматривать примерно то есть работа у нас строилась по конвейерному принципу один человек скажем рисовал архитектуру другой рисовал траву третий рисовал людей четвертый птичек ну и так далее пятый море там это было нужно для того чтобы для того чтобы сохранилось и не наобразие стиля потому что если дать каждому ну в нашем случае каждому художнику по по какому-то пространству по какому-то по какой-то части стены то в итоге мы получим восемь частей стены нарисованных по-разному нам нужно очень важно было сохранить единообразие все сейчас мы покажем работу которой мы очень гордимся это абстракция авторская абстракция ее автор очень перспективный молодой художник Кирилл Кучков наша город это стена 250 квадратных метров в этом году он сделал три больших объекта подобного размера это стена объездит в город эскиз согласовала администрация города для того чтобы такой образ и рисунок был из всех проблем мы получили согласование и нарисовать это рядом 40 километров примерно находится еще на стороне там и как мы видим с вот кирилл наверное единственный на сегодняшний день художник который работает вот в таких довольно камерным довольно камерном стиле фломастеров карандашей смешанных техник но переносит это на большие объекты мы всячески ему в этом помогаем можно сказать продюсируем можно сказать дружим и советуем вот когда в Абадевсток приезжал Кэндалл Генри куратор искусств из США он посмотрев он только посмотрев эскизы Кирилла Крючкова сказал что это прорыв для монументального искусства и если бы он жил в США он бы был очень богатым человеком уже сейчас то есть это своего рода барский монументальный работ вот но Кирилл никуда не собирается переезжать и он собирается работать исключительно в Владивостоке ну это конечно не исключает поездок из каких-то определенных работ в других городах наслышаны и видели много работ что у вас в Москве была программа тоже по росписи ТП трансформаторных подстанций но что-то с ней с этой программой произошло может быть какие-то нападки вот мы сделали центральную набережную роспись в цветах в архитектурных тонах Владивостока это здесь изображены три первые жительницы Владивостока как один из как образов первые жительницы Владивостока были осужденными катаржанами все они были осуждены за убийство и отправлены жить во Владивосток но это одна часть образа вторая часть это вообще владивостокские девушки они такие же как корабли которые мы изобразили у них на шляпу то есть корабль является не чайка является душой а не птица а корабль бывают ветреные парусные бывают пароходы бывают крейсеры бронированные здесь такие писанные это тоже авторская вещь команда из двух ребят которые живут в Владивостоке это мужчины соответствующие называется арт-группа муроед то есть поедающий скурку они занимаются анимацией мультипликацией и работают совместно с нами делали росписи мы тоже очень любили просто он на пленах он может быть у кого-то есть вопросы скажите лучше как получается с муниципалитетом договариваться с муниципалитетом договариваться получается очень просто я думаю для вас это тоже для вашей компании это не секрет как это происходит нужно иметь хороший продукт грамотных людей и предложения от которого все получат пользу собственно только таким образом и получается договариваться с муниципалитетом во Владивостоке сейчас существует прецедент создана муниципальная программа по финансированию современного монументального искусства программа создана на несколько лет принята вот в 2012 году нас приглашали тоже как ну людей которые принимали участие в разработке этой программы то есть это муниципальная правовая программа которая принята ну фактически так скажем закон и она финансируется деньгами бюджета и кроме памятников и каких-то городских скульптур там есть такие объекты как ну росписи монументальные росписи и есть малые архитектурные формы под которыми понимаются небольшие скульптуры авторские инсталляции которые авторы смогут делать в рамках этой программы во Владивостоке вот насколько нам известно подобных программ в России больше нет вот нам известно что существуют программы например в Ульяновской области по увековечиванию знаменитых земляков писателей различных художников ученых спортсменов каких-то исторических персон которые внесли большой вклад в развитие области или России или земли своей местной губернии но именно программы по искусству муниципальной насколько мы знаем больше нет недели вот в этом году мы работали в рамках программ то есть мы открыто участвовали в электронных аукционах мы выиграли этот аукцион и соответственно сделали работу вот ну также кроме монументальных росписей художественных работ мы занимаемся еще колористикой города так скажем дизайном интерьера больших объектов общественных общественных объектов таких как детские сады или больницы дизайном фасадов каких-то торговых центров может быть ну пока в нашей компании это только единичная работа это небольшие магазины небольшие торговые центры вот но по колористике мы довольно плотно работаем вот у вас в москве есть процедура создания колористического паспорта для каждого домов которые подходят под реконструкцию точно такая процедура существует теперь во Владивостоке уже пару лет и к нам обращаются строители чтобы мы разрабатывали колористические варианты домов мы создали нашей компании около 400 за прошлый год ну около 400 колористических паспортов ну в смысле колористических вариантов которые стали в дальнейшем паспорта вот также мы сейчас начинаем работать ну в сфере городского дизайна в сфере какого-то облагораживания города малыми формами уже не только объектами искусства но и лавочками то есть начинаем разрабатывать свои элементы навигацию сделали таблички во Владивостоке адресные аншлаги вот сейчас они отливаются устанавливаются таблички из металла литые вот собственно о нашей работе ну а остальное это уже огромные разговоры с кучей нюансов мы читали лекцию на винзаводе где рассказывали о том вплоть до того как набирать людей как какие ловушки ямы подстерегают в этом бизнесе в том числе от работников от заказчиков как не попасться найти в эти капканы как работать грамотно ну и как увлечение пабликар там собственно говоря приобретите бизнес да а мы еще кроме наших так скажем коммерческих проектов у нас есть очень большой объем некоммерческих где мы выступаем именно как художники как авторы полностью эти работы в основном связаны с ну это исключительно пабликарт и они связаны в основном с нашими большими территориями ну либо с какой-то темой вот наша излюбленная тема это замерзшее море у нас море замерзает и с осени по весну идет корюшка и огромное количество на рынке примерно как в метро людей которые ловят рыбу мы поставили такого четырехметрового такую временную скульптуру четырехметровую ну это наш артпроект это ну рыбак который ловит рыбу корюшку он такой тотемный получился вот Георгий который два метра ростом в тени рыбака это искренне опасно скульптура у нас традиционно зимой какие-то вот артпроекты к сожалению нету сейчас фотографий но три года назад мы делали огромную рыбу на замерзшем море рисовали где толщина линии толщина линии где-то полтора метра была и ну то есть она смотрелась очень тоненькая ориентированно на сопку была и примерно в диаметре она такая очень простая рыбка в диаметре она метров пятьсот была была мы там детям привлекали детей рисовать вот хотим показать давай цемент и вот тогда вот поджигание вот эта работа мы просто выразили такую художественную солидарность то есть когда были события на Кусиме когда Япония очень сильно пострадала это след городов побратим по-моему и мы самовольно ее установили там да мы на этот счет рассказывали никак это дело не освещали в СМИ то есть мы только сейчас начинаем говорить что это наша работа мы ее делали искренне в знак солидарности ну с трагедией японского народа в прошлом году мы выкладывали из сена на льду опять же гигантский цветок стилизованный его лепестки создавали как бы три буквы что означало влюблен во Владивосток этот цветок был кульминацией стрит-арт фестиваля такого локального который проводил информационное агентство и мы были как завершающие наш проект был завершающий нам было запрещено участвовать официально нашей компании и всем нашим женам ну всем кто был с нами связан вот конкурсин мы выложили цветок из сена где-то его длина метров наверное 300 да концепция была такая что он был ориентирован одной стороной на заходящее солнце солнце должно было сесть и последним лучиком он как раз должно было как бы поджечь этот цветок он у нас был пролит горючей жидкостью и он вспыхнул и по всей своей форме загорелся у нас вышло две накладки в этом в этом проекте первая накладка не было солнца в этот день была пасмурная погода вторая не рассчитали неправильно рассчитали количество горючей жидкости и в общем у нас не загорелось в линию все как должно было самостоятельно все сработать и мы с Георгием бегали с факелами поджигали этот цветок чтобы он загорелся вот ну то есть мы равняемся в своих работах по объемам на Николая Балийского мы очень любим его работы как он работает с территорией как он работает с материалами вообще какую он политику в искусстве своем ведет мы очень его любим я думаю что